Большой этнографический диктант в Приморье прошел уже во второй раз. Написать его можно было на 12 площадках в пяти муниципалитетах края. Одной из них традиционно стал Дальневосточный федеральный университет. Отличительной особенностью диктанта в этом году стал региональный сегмент, который включал в себя вопросы о национальном и религиозном многообразии края, коренных малочисленных народах, казачестве, национальной кухне. Я учусь на историческом факультете, так что можно сказать, что это моя специализация в дальнейшем. Я хотела проверить свои знания, потому что уже в предыдущем году писала подобное, была не очень довольна результатами, были очень сложные вопросы. В этом году думала, что уже будет что-то похожее, на самом деле нет. В прошлом году был более исторический аспект, в этом году больше было культуры и больше была ориентация вопросов на современность, на наше время. Было очень много вопросов про Приморский край, и так как я сама не отсюда, было очень сложно. Про Пинсэм, пожалуй, единственное, что я знала наверняка. И про Бусферийский, казачий корпус Лампасов. Это очень нужно, да, даже не столько для того, чтобы проверить свои знания, а это побуждает интерес в дальнейшем к изучению этого. В основную часть диктанта также вошли вопросы, касающиеся традиций и обычаев народов России, региональных особенностей, национальной одежды и быта. А вот оценили сложность вопросов участники образовательной акции по-разному, в зависимости от собственных интересов и культурного бэкграунда. Если про это диктант говорить интересно, понравились вопросы, да, практически все сложности, особо не было. Ну, самые легкие вопросы, я думаю, это по приморским народностям, по народностям нашим коренным. Потому что был форум недавно, и были представлены именно наши народности и обычаи, и, в общем-то, все можно было, всю информацию получить. В этом году большой этнографический диктант получил статус международной акции. Принять участие в нем смогли даже соотечественники, живущие в странах ближнего и дальнего зарубежья. Итоги диктанта подведут ко дню Конституции Российской Федерации 12 декабря. Олег Завьялов, Ольга Зайцева, Евгений Апарин. Новости на восьмом.